МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оперативное совещание началось с приятной новости. 22 декабря состоится вручение ключей от квартир на улице Ленина, 15, по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. На прошлой неделе у нас произошло знаменательное событие Ленина, 15, Б, получен разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома. На этой неделе, 22 декабря, в эту субботу, ключи от нового жилья получат 44 семьи, это 89 человек. Соответственно, мы даем определенное количество времени этим людям, жителям нашего города, для переезда. И дальше уже в следующем году будем проводить процедуру по сносу жилых аварийных домов, в которых они проживали ранее. Большая просьба Марине и Евгении подготовить их мероприятие и на этой неделе провести встречу индивидуальную с каждым новым сообщником в югу квартиры съемочек. С 1 января 2019 года в Московской области вводится единая система обращения с мусором. С 1 января 2019 года в Московской области стартует единая система обращения с отходами. В нашем городе в ближайшее время будет произведена замена ямкостей, будет установлено два бака подраздельный сбор мусора. Один синий бак, это под сухие отходы, пластик, металл, макулатура, стекло, бутылки, и железо, и картон. И один бак серого цвета, это смешанные отходы, средства личной гигиены, емкости, пищевые отходы. Соответственно, будут в город приезжать две машины, одна синего цвета, другая серого цвета, и увозить эти баки с раздельным мусором. Мы еще на всех платежных квитанциях на ЕПД, Александр Анатольевич, в ближайшее время выпустим памятки, как проводить раздельный сбор мусора, какие баки для чего служат, и, соответственно, всю информацию уже предоставим в ближайшее время. Отчет по протоколу начал руководитель электрогорского филиала ТСК МОСЭНЕРГО. Произошло две небольших утечки по ГВС, система теплофикации и водоотведения в норме. Прошедшая неделя прошла, сегодня мы спокойно, были две утечки по ГВС, только вот здесь, и советская шесть, это отопление, все устранили. Вот там небольшие были утечки. Дальше по сегодняшнему дню перешли рубеж 100 градусов по прямой. Сейчас идем в 102. Вот, система теплофикации работает нормально, подпитывая норме, даже меньше, чем норматив. Горячая водоотведение и водооотведение на горы все в штатном режиме. Единственное, что меня весьма волнует, это авторский дом 10, который запущен 7 ноября. До сих пор я его выставить не могу. Вот, и аппарат управления ТСК очень сильно заботен. Ну, я думаю, давайте, наверное, соступим за застройщиком, ну и, наверное, сопровождать компанию Атлант, которую я не могу увидеть. Женщики. Директор компании Ленком рассказал об отключениях по теплу по некоторым адресам. Производит замену светильников, завершен ремонт 20 подъездов, в работе находится 16. Продолжается украшение города к Новому году. В прошедшем деле в рабочем режиме есть отключения, были небольшие отключения по теплу, по Ленина, по Мухтонску, все это устранено. Сейчас, на данный момент, всегда у нас тепло, по свету. В прошедшем деле также жилым домом занимается по стране засорок канализации, по замену светильников внутри подъездов. Также ведем ремонт подъездов в четверг сдали 20 подъездов, сейчас в работе 16 подъездов. Все, в принципе, есть небольшое, конечно, оставание, пока не в принципе все в работе. Также в прошедшем деле проводили почистку внутренних территорий, снега, и вывоз снега. На этой неделе сейчас будем с утра для высыпания техники выдохнуть, высыпать дорожки на наличие, чтобы было неиспользовало. Также продолжаем еще украшения, закончили бульвар полностью, по новогоднему освещению. Вот где-то день-два приходит новая консоль, стараемся это делать. То есть до конца недели все будет центральную дорогу. Вот, также по уличному освещению производили замену светильников. Было устранение замыкания на АТП-339-346 все устранили. Глава сделал замечание по наличию автомобильных покрышек в мусорных контейнерах, уборке города от снега, поручил выполнить ряд заданий. Александр Анатольевич, обратите внимание, контейнерные площадки, во многих контейнерных площадках внутри лежат покрышки автомобильные. На улице Классона таких там 10, наверное. Необходимо сделать объезд, по городу все собрать. И у нас есть пункт приема, правильно? Он работает сейчас? Соответственно, туда нужно перевести. Эту работу нужно провести в ближайшее время. По детским площадкам большую работу провели по расчистке площадок, которая имеет резиновое покрытие. А вот также мы в пятницу с коллегами приезжали в школьные и дошкольные учреждения, обратили внимание. Такие, как Советская 42, детская площадка стоит, на ней нет покрытия, но не расчищена. На Классона 11-12, также не расчищена. На улице Горького, там Горького 33, у Томского 17. Необходимо работу провести и почистить вокруг этих детских площадок, чтобы был нормальный подход. По фонтану. Три фонтана, два, по-моему, целые, один в работе. Сегодня посмотрим их еще, как они полностью состоят. По консолям, вы ответили уже, по фонтанам тоже прошу не затягивать. В ближайшее время желательно до конца недели восстановить. И, как мне сказали коллеги, сегодня привезут материал для Горки на Советскую 32, 32, тоже определите там людей, бригаду, которая будет ее собирать. Потому что две недели осталось, чтобы за две недели они успели ее собрать. И ели пять живых елей на этой неделе, да? Хорошо. Руководитель электрогорского филиала МОСО «Облэнерго» объявил о переименовании организации. Хотел бы сразу объявление сделать. У нас с декабря месяца предприятие с электростатикой филиала переименовалось по Павлу Посадскому. Ну и дополнительное отделение присоединились. Это Шатур и Егориевск. По работам. На прошлой неделе проводили работы по отделовке в районе Ленина. Значит, работы по текущей эксплуатации, по замерам в конечных точках, замер нагрузок. Также производили работы 343-й подстанции, по замене трансформаторного ввода. На этой неделе планируем заменить разъединитель на 353-й подстанции. Это Ублэнская часть. Район Микрасова. 28-й, 20-й, 30-й, 30-й дома. В МБУ «Дорожное хозяйство» работа была организована посменно. Починили светофор в районе школы 14, занимались уборкой города. На прошедшей неделе работали согласно муниципального заза и на обещанных планов. Ввиду того, что погодные условия были непростыми, работа была организована по смене. Разремонтировали моргающий светофор около пешеходного перехода в районе 14 школ. Сейчас работает. И, пользуясь случаем, хочется напомнить жителям, прошу, в частном секторе, что сброс снежных масс на проезжую часть от своих заборов и ворот категорически запрещен. Это мы все знаем. Если это продолжится впредь, вынуждены будем привлекать правоохранительные органы для составления управления демистративного правонарушения, что влечет за собой штраф. Это хочется, чтобы дали все. Все остальное в рабочем порядке. Хорошо, вопрос есть? На вопрос. Михаил Юрьевич, автобусная остановка напротив проходной эгресса с этим большим стоянком. Там порядок нужно вести. После выходных там мусор. Хорошо, да. И сейчас появилась тенденция. Раньше просто мусор сбрасывали на остановочных площадках. Сейчас коробки, мешки. То есть целенаправленно кто-то привозит и складирует. Сажарно, камер там нет. Дорога на Буденово, которая. Да, я видел, там целая свалка была на автобусной остановке. Нет, убираем. Наверное, контейнер один точно выгрузили. Прямо вокруг. Большой объем. Вывозили. ТСН Ухтомского-9 и Сахару занимались плановыми работами. Товарищи работают с адовым режимом, занимаются текущими работами. С термоусадками разобрались там? Сделали? По-моему, неделю-три-полтарного. Ну, все, все, да? Предприятия за прошлую неделю аварий не было на предприятии. Работаем согласно штатному расписанию. В 26-м доме остановили накладки на перелок из Сахар. На детской площадке заменили термоусадку, которая пришла в негодность на качелях цепочных. Убираем снег. Ну и, в принципе, все заняты, работали согласно с штатами. МОС «Автодор» осуществлял уборку проезжей части и пешеходных переходов. У нас все неделю мы работали по очистке проезжей части с обработкой ПСС, очисткой тротуаров, посадочных площадок, уборку мусора и пропуск воды на автобусном постаму по очистке и школьных переходах. Когда стекла будут? Сказали, что до конца Нового года. До Нового года они все привезли в таком состоянии. Конструкцию они собрали, а эти стекла и решетки собирают уже здесь. то есть до 31 декабря мы это все увидим, да? В МУП порядок убирали закрепленные территории, в МКУ «Ритуал» проводили работу с обращениями граждан. Многофункциональным центром и документа за неделю было оказано 837 услуг. Единой диспетчерской службой чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Статистику работы городской больницы озвучил главный врач. Все, 151 пациент, 80, 70 дневных, поступило за выходные 27 человек и обратились в первое отделение. Значит, по областным мероприятиям приняли участие в круглом столе создание условий для обеспечения федеральной организации коэффицированными кадрами, а также приняли участие в областном совещании коллеги Минздрава. Николай Суворов рассказал о ходе ремонта в диагностическом корпусе. Демонтажная работа общая выполнена на 75%, вывоз мусора на 75%, устройство кровли выполнено на 95%, монтаж оконных принтерожей выполнено на 75%, устройство фасада выполнено на 75%, монтаж двери на 50%, общестроительная работа потолки, стены, полы выполнено на 70%, ремонт пожарных лестниц на 70%, электроснабжение и электроотсвещение выполнено на 70%, водоснабжение и водоотведение на 73%, вентиляция и кондиционер воздуха выполнено на 70%, отопление выполнено на 70%, слаботочная система выполнено на 67%, по детской поликлинике выполнен монтаж крыши и сельничьей панели на 71%, монтаж сетельников на 90%, облицовка крыльца гранита на 50%, алюминиевая гражащая конструкция пока без движения. Глава поручил отработать вопросы по приему жителей. По протоколу нужно отработать наш с вами прием по лекарственному обеспечению, которое мы в ноябре проводили. У меня есть переживание, что там не все вопросы закрыты. Хорошо. Все вопросы закрыты. Все? И по этим лекарствам? Да, на самолечном лекарствам на лекарствах. То есть там на лекарствах приема, лекарствам. Хорошо. Представитель территориального отдела Роспотребнадзора сообщила о снижении респираторно-вирусных инфекций. За неделю по заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями регистрируется снижение во всех возрастных группах и порог ниже эпидемического уровня в различных возрастных группах от 18 до 46 процентов. Общее совокупное население заболело 199 случаев заболевания 102 случаев заболевания у детей 81 у организованных снижение у детей на 15 процентов у организованных на 24 процента по общему населению снижение на 8 процентов. Острых кишечных инфекций три случая заболевания один в 14 школе. Один укус нанесен безнадзорным животным собака на улице Кушкина. Укусы вне больничной инфекции три случая заболевания у взрослых. И вновь на прилавках обнаружен фальсификат. Масло, молочная и кисломолочная продукция сметана творог фермерская производство Хуторяночка Республика Бурятия такого предприятия не существует. Если в продаже появляются будьте добры информировать Роспотребнадзор и снимать из реализации. ООО Есеницкие просторы Рязанская область молочные продукты и ООО Янтарь сыр моцарелла премиум Смоленская область город Смоленск улица Смолевская все продукты фальсифицированы и фантумные предприятия производят. То есть неизвестно в каких они условиях производятся и являются опасными для жизни и здоровья населения. Прошедший футбольный турнир памяти Льва Кокарева и заливка городских катков эти темы прозвучали в отчете начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики. 1 декабря на городском стадионе состоялся еще годы 11-й турнир по футболу памяти Ивана Валентиновича и Кокарева приняли участие 4 городские команды. По результатам первое место футбольный турнир «Вымпел», второе место команда «Эколаб» и третье место спортского «Вымпел». Также на прошедшей неделе проект «Город с книгой» центральной библиотеки городского культуры «Электрогорск» стал победителем и вошел в десятку лучших по итогам конкурса Министерства культуры Московской области по перезагрузке библиотеки Московья. На этой неделе у нас по городу сейчас позволяет проводить заливку делаем ее несколько раз в день и одну где-то в середине недели можно будет это открыться. Закрытие рождественских чтений в лицее, конкурс чтецов, олимпиада, участие в семинаре об этих и других мероприятиях рассказала начальник управления развития моторслей и социальной сферы. В течение прошедшей недели все подведомственные учреждения функционировали в соответствии со своими планами работ. 11 декабря на базе лицея состоялось закрытие 14-х городских рождественских образовательных чтений. 12 декабря делегация от нашего города принимала участие в закрытии 16-х московских областных рождественских чтений в городе Красногорске по теме молодежь, свобода и ответственность. Также 12 декабря мы принимали участие в семинаре для руководителей общеобразовательных учреждений, которые проходили в Доме правительства по теме некоторые управленческие находки по изменению образовательной среды школы как условия выполнения требований нового в ГОС. 13 декабря на базе детского сада номер 39 Светлячок состоялся 4-й городской конкурс штецов среди воспитанников дошкольных образовательных организаций нам этот мир завещено беречь. 14 декабря на базе школы номер 16 состоялся региональный семинар практикум по теме проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся как фактор повышения качества образования школы функционирующей в сложном социальном контексте. Также 14 декабря мы принимали участие в проблемно-тематическом семинаре повышения качества преподавания физики в подмосковных школах вызов 21 века который проходил в городе Наукограде в Дубне. Также 14 декабря делегация обучающихся выезжала на итоговое мероприятие Всероссийской общественной организации ЮНАРМИЯ которая проходила в Московском губернском театре. 15 декабря состоялась Олимпиада по информатике и 15 декабря делегация обучающихся школ города выезжала в Дом правительства на молодежный форум инноваций и предпринимательства Московской области. В отделе социальной защиты проводили работу по начислению компенсаций по жилищно-коммунальным услугам. Идет подготовка к новогодним елкам. В этом режиме хотел бы обратиться к жителям города. Мы сейчас занимаемся тем, что начисляем компенсационный выплат и выплат за ЖКУ. В декабре наши жители получат за два месяца. Текущая работа с обращением граждан личного приема. 21 числа у нас 15-30 состоится итоговое заслушивание в Министерстве развития Московской области по доступной среде. Все наши территории ГТОГОС ПАЛСКИ ПАСАД Нагинск должны присутствовать с паспортами доступности по теме объекта, которые мы должны были сделать в 2018 году. Это сайт 50-50, который конкурировать наше министерство. У нас началась пора елк. Готовим списки, готовим делегации, все письма о том, что мы повезем детей, ГИБДД, Роспотребнадзор и так далее. Сухие, пайки, ну и текущие работы работают соброшенные граждан лично. ГОСАДНТЕХНОДЗОР осуществлял проверку по зимнему содержанию. Есть замечания по уборке детских площадок. Основными направлениями деятельности территориального отдела номер 14 ГОСАДНТЕХНОДЗОР на прошедшей неделе были вопросы по зимнему содержанию территории объектов и также объектами наружного освещения. В результате надзорных мероприятий было приведено в порядок в соответствии с требованиям законодательства Московской области 20 объектов. И хотелось бы обратить внимание организации, на чьем балансе находится содержание детских площадок. Вот как раз тоже посмотрели, что детские площадки, которые не имеют резинового покрытия, должны также очищаться от снега. То есть не значит, что если детская площадка без резинового покрытия, дети должны повернуть в сугробах по колено. Должны быть подходы к элементам. Независимо, это горка, каруселька или скаменька или что-то еще другое. На минувшей неделе пожаров на территории Электрогорска не зарегистрировано. Начальник отдела полиции озвучил статистику за неделю. На прошедшей неделе в отдел поступило всего 89 различных заявлений обращений граждан. В основном это обращения и заявления носили бытовой характер. Проверки по ним проводились, преступления не выявлены. Тяжких, особо тяжких преступлений на территории города за прошедшую неделю также зарегистрированы. Автостанция проводила работу с обращениями граждан в нештатных ситуациях не возникало. На прошедшую неделю автостанция работала в штатном режиме. Каких серьезных происшествий не было. Занимаем сборку территории, работаем с обращениями граждан. График работы автостанции в новогодние каникулы будет меняться? Ежедневно. Ежедневно, да? Ежедневно. Касса, все работает, все доступно, да? Спечерская, ежедневно. Касса будет работать. Хорошо. С Ромашем Юрьевичем определились. Он говорит, что туалеты готовы, ключи у него. Он подходил, разговаривал с ним? Нет, еще нет. Нет? Сергей Евгеньевич? Нет. На этой неделе необходимо этот вопрос решить. К нам Ромашем Юрьевич приезжал, говорит, что туалеты все готово, но боится их открывать. Говорит, что могут там все половину либо сломать, либо украсть. Там очень качественно, добротно все сделано, дорогие материалы. И нужно как-то решить. Либо у нас два туалета будет, один у вас в помещении, один на улице стоять. Либо когда ваш закрывается, тот открывается, либо как-то наоборот, по графику. В общем, Сергей Евгеньевич, необходимо Ромашем Юрьевичем и с автовокзалом тогда этот вопрос на этой неделе определенно решить. Что у вас с вывозом уроза снега? Собрали в Кучу, но пока что не приезжали. А когда? Вот вчера выезжаем, трактор собрал всю одну кучу, на площади я думаю, не уволен. Ты сам посмотреть тогда, может, там такая куча стоит, я не знаю, по центру, заезжаешь, например, черная. Сила Михайловна, мне ответить нет на этот вопрос? Мы с автодорожи закрепили. Да, наша территория это объезд, выезд по кругу и тротуар. А вы у вас? Терон, да, если следует, там, то, мы не говорим. Тероны не говорили, чем Тероны не стемьли, Чечни? Тероны ваши. Ну, там куча снега, просто сейчас на автостанции лежит, не надо увозить. Ну, это не то, что наши, вообще. Я сейчас проеду, посмотрю. Ну, так это же сплощение Чечни. Да. Хорошо, что-то проехать, посмотрите. Начальник военно-учетного стола рассказал об итогах очередной призывной комиссии. В результате медкомиссии и по решению призывной комиссии один призывник был по медпоказанию отправлен на дополнительное обследование. Одному призывнику предоставлено срочек в учебе и один призывник был признан годом для похождения срока в комиссию. На сегодняшний день у нас 16 призывников уже отправлено на оружие на сезон. И на этой неделе, то бишь в среду, 19 числа планируется отправка но это уже будет по ходу крайне оттопка в этом году этот призыв. Я думаю, что 9 человек. План-то мы закроем самое главное? У нас на сегодняшний день признанными годами и подбежат призыву 30 электрогонцев. Из них 25 нам надо отправить. 16 уже отправлено. А вот и в среду как? Ну в среду планируется отправка. Это работа уже предоставленная предоставленная российская плана. Глава поручил всем организациям предоставить график дежурства в новогодние праздники. Две недели осталось до Нового года и соответственно новогодние каникулы наступят. Пока не поздно, все-таки подумайте еще раз оцените свои материально-технические запасы на новогодние каникулы. Я имею ввиду топливо, песко-соляная смесь, материалы, всякие зажимы, фонари, лампочки, ну и все то, весь тот необходимый расходный материал, который может понадобиться в новогодние каникулы. Потому что, сами знаете, компании, магазины будут закрыты, и чтобы у вас какой-то минимум был для необходимых оперативных ремонтов. Руководитель электрогорского филиала ТСК Мусэнерго Олег Мочилов пригласил присутствующих на встречу с жителями, которая состоится в четверг 20 декабря в Доме культуры и будет посвящена заключению прямых договоров. 20 числа в четверг в Доме культуры для Анатолицы Мионерской состоится встреча руководства ТСК с жителями города. Я прошу принять участие, кто сможет. Там вопрос такой серьезный, переход на прямые договора с потребителями. То есть, мы с 1 октября два дома управляющих компаний Атлан перешли на прямые договора, а с 1 октября переходим к прямые договора с управляющей компанией Калинин Фом. Планируете весь же вопрос, да? Да. Ну и в дальнейшем на рассе остальные. Там много нюансов, много вопросов и приглашал к полному составе управления сбыта ТСК который ответил на все вопросы этой жизни и от этого никуда не придется переходить к другому ряду. Все. Поэтому прошу принять участие кто сможет. На этом оперативное совещание было завершено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok